Контролирующие органы по-прежнему не дают спуску таксистам. В понедельник сотрудники областного комитета по транспорту совместно с полицейскими и госавтоинспекторами привели очередной рейд по нелегалам. Данные мероприятия мы проводим уже полгода и первые полугодия и планируем их проведение до конца этого года. В данных мероприятиях появляется достаточно много нарушений, связанных с перевозкой пассажиров. Главная цель проводимых мероприятий – это повышение уровня безопасности пассажиров при перевозке в легковых такси. На этот раз были проверены семь перевозчиков. Большинство из них разрешения на работу не имели. Поведение нелегальных таксистов в тот момент, когда их ловят с поличным, всегда одинаковое. Сначала все отрицать, потом оправдываться. Мужчина! Будьте добры, подойдите, пожалуйста. Я просто на дороге остановил. Просил довезти этот подвезер. Ну да, я с работы просто ехал со своими. Вы вызывали такси? Да, мы с удовольствием. У вас СМА спешно, или что вы узнали, что это такси? СМА спешно, мы с удовольствием сюда. Ну это просто подработка, у меня другая есть, а просто разрешение тогда дал. Каждый из нелегалов, попавшихся на крючок проверяющих органов, заплатит штраф от 5000 рублей. И это только начало. По нашей информации, в ближайшее время наказание ужесточат. И лишь двое из семи перевозчиков оказались легальными. Правда, выяснилось, что даже таксисты в законе не до конца соблюдают его. Разрешение на перевозку пассажиров в такси. Будьте добры. Ура. А почему машина не... Где у вас находится фонарь, где у вас географические наклейки? Где у вас недавно? Недавно? У нас есть вообще-то статья 11.14.1. Информация в салоне есть? Нет. Оказалось, этот перевозчик получил разрешение на работу только три дня назад. Говорит, вникнуть во все тонкости закона пока не успел. Но незнание, как известно, от ответственности не освобождает. Законному таксисту также грозит штраф. Наталья Романова, РТВ Иваново. Ну, а чего это? Ну, тут сиди. Ну, тут сиди.